Всем привет, друзья! Это Рустам Леон и Вероника, русский фэмили-влог. Пока я иду на остановку, обратил внимание, что вместо Макдональдса открылся фасклот какой-то непонятный. Мы открыты просто. Вот так вот. Незамысловатая вывеска. Что самое интересное, то что букву М окрасили в жёлтый цвет. Да, уж больно это на что-то похоже, что-то напоминает. Парковка чистая, внутри всё подсвечивается. Короче, сегодня после китайского языка обязательно сюда заеду. Посмотрю, что здесь и как. Веронике обещал. Вообще, я обещал её сюда пригласить, но возьму, наверное, всё-таки доставку домой. Посмотрим, как курс пройдёт, как рабочий день. Если что, сегодня забегу сюда, поснимаю. И попробуем, кстати, сравним вкусы, посмотрим, что как выглядит. Сделаем небольшие выводы. Осталось-таки всё прежнее или нет. Так, мой автобус уехал, пока я тут снимал. Ну что, отработал. Наконец-то выходные. Сейчас поеду в Политех, в Институт Конфуция, а потом поеду за чизбургерами в новое место, в новое старое место. Здравствуйте. Конфуций. Ну что, начинается второй семестр, да? Опять учиться. Сегодня первый день занятий китайского языка в новом году. Решил пройтись, вышел на ЦУМе. Давно вообще вот не было у меня такой пешей прогулки. Тут, в принципе, что пешком идти, что на автобусе, пока он там на светофорах постоит, на остановку заедет, то на то и выходит. А знаете, к вечеру похолодало, прям ощущается. Днём так тепло было, солнце светило. Прям классно было. А сейчас чувствуется прохлада. Мороз усилился к вечеру. Вот, руки прям, прям мёрзнут. А занимался я на китайском языке. Новый семестр начался. Надо учиться, изучать и стремиться к своим целям, желаниям. Для этого надо трудиться. Надо прикладывать усилия. Надо выходить из зоны комфорта. Правильно распределять время работы, время семьёй, отдыха, личное время. Вот так вот. Поменял руку, а не мело, потому что правая рука замёрзла. Реально очень холодно. Как бы так. Соскучился уже по Веруйски, по Леончику. Хочу уже быстрее к ним обниматься. Все украшения после Нового года поубирали. Ёлки все, декорации цветные. Город уже без этого. Здесь вот было, напротив спорткомплекса Нуркена-Абдирова. Всё почистили, поснимали. Все тротуары, пешие дорожки. Очень скользкие, всё во льду. И не посыпано ни песком, ни солью. Так-то снег уброт, но раскатан даже, как я бы сказал. Очень скользко. По всему городу такая история. Ну, смотрите, вот каток прям. Всё блестит. Люди вот подходят по сторонам. Как-то вот здесь вот вычистили. Удобно. А здесь вот мне все еле-еле идут. Просто лёд, стекло. Так, ну что у нас здесь вместо Макдональдса? Ну, посмотрим, что внутри. Может, что-нибудь купим, возьмём с собой. Вообще, и всё то же самое. Здравствуйте, а с собой можно, да? Давайте Наггинсы. Там 10 штук, да? На Аггинсы, да, есть 10 штук. Короче, я взял на вынос здесь чизбургеры и Наггинсы. Ну, как ты понял, в принципе, меню вообще всё то же самое. Просто посмотрим, что есть. Ну, давайте, разницы нет. Может, просто меню, да, полистали? Ну, вот всё то же самое. Двойной чизбургер, обычный гамбургер, обычные чизбургеры. Цены. Ну, двойной чизбургер сколько стоит? 1050. Ну, допустим, вот этот обычный. 651, ну да, всё так же. Всё так же. Всё такое же. Как-то так. Завтраки есть, ну, что здесь завтраки? Тиш с курицей, грибами, сырники. Интересно, он большой или нет? Это киш не пробовали ни разу. Всё здесь с собой можно. Пакет бумажный. Ну, всё по-деревенски и картошник. Короче, всё то же самое. Сегодня первый день открытия, но народу уже все столики испариваются, заняты, реально. Люди очень много. И так же, вот, как и в прошлые разы, здесь то же самое всё работает. Макаронцы. Ой, маленькие, небольшие. Да, у меня 12. Пошли, пирать здесь, да? Всё. Спасибо. Ну, на вынос очень быстро работают. Минут 5, наверное, я подождал. Всё готово. Вы же помните видео, где мы с Вероникой прогуливались в магазин, и она говорит, ты обещаешь, что ты меня пригласишь? Там, видела, уже что-то дегустирует, что-то сидит кушает. Да, да, да. Ты меня позовёшь? Да, я тебя приглашаю. Вы смешали, да? Я говорю, обещаю, но просто, если это то же самое, то зачем идти сюда? Да, я сам приду домой уже с готовым. Вот так вот. Вообще нет никакого названия. Даже как-то непривычно. Просто мы открылись, и всё, приходите. Кто мы? Вероника обрадовалась очень. Она прям такая, да ладно, это мак? Я такой, ну, не знаю, что это, мак или не мак, на пакете нигде нету никакой. А это после того, как я тебе скинула, или ты сам? Сам. Я сам. А ты не видел, что я тебе тоже скинула, что он открылся? Я не видел. Я не видел. Я помню, что я обещал же тебе. А я тоже написала, приглашаешь? Да? Да, Русик. Я не успел прочитать, правда, не видел. Я на китайском был, и там наггинсы, и чейсбергеры. Алёньчик, там он лежит. Покажи ему, как он на нас смотрит. Ну что, посмотрим, что внутри там. Давай, Русичка, доставай. На пакетиках нигде нету никакого, да, ни логотипа. Обычный. Салфеточки. Салфетки есть. Так. Чизбургер. Раньше были в коробках, насколько я помню, качественные, да? Я вот тоже не помню. Я вот тоже не помню. Чизбургер в чизбургер, да? Да, я два взяла, да. Да, сейчас ты тоже хочешь. Так, наггинсы. Ну, это как-то выглядит, если честно, не совсем аппетитно. Ощущения у меня. Непривычно, да? Ты что, хочешь тоже наггинсы? Ну, запах тот же. Запах тот же? Что такое? Ты тоже хотите, что ли? Ты хочешь чизбургер? Или ты хочешь вот с этим львом бороться? А кто его уже вскрывал? Мама льва сделала? Мама льва сделала, смотри. Ну все. Давай, я выключаю камеру, буду с тобой играть, да? Поиграем с тобой, пообнимаемся. Любовь моя. Стучал по мне. Короче, вот так вот. Непонятно, что это за бренд, что это за фастфуд. Вот, но выглядит все без логотипов, без особых каких-то обозначений, отметок. Пока что так. Покушаем, потом скажем. Да, наверное, по вкусу все то же самое. Да, Люнь. И как? Ну, вкус хуже не стал, да? Вообще, на самом деле, главное то, что люди вернулись на рабочие места. Вот что реально, потому что много, столько людей потеряло работу на месяц точно, если не больше. Сейчас полный зал, людей много. Люди работают. Как бы это хорошо, а? То, что по вкусу все осталось прежде, это еще лучше. А как ты узнал? Я утром видел вывеску, когда на остановку шел. По открытию? Типа мы открыты. Так что приятного аппетита будем ужинать. Папа проголодался. Ты-то кушал, наверное, уже много раз. Ну, раз уже вспомнил, сразу скажу. Предыдущее видео у нас было такое, видео о ностальгии, про Гонконг, про Китай. Макдональдс в Китае более-менее похож еще, но там больше продукции. А вот в Гонконге абсолютно отличается. Там такие завтраки, такие бургеры, и масло, и повидло, и все, что хочешь. Вафли, омлет. Да, и омлет, и вафли, и напитков большой выбор. К сожалению, у нас не сохранилось фотографий, видео. У меня точно нет на телефоне, у Вероники, по-моему, тоже. На то время мы не вели YouTube и вообще, в принципе, особо почему-то не фотографировали и не снимали. К сожалению, к большому. Но мы это исправим. Вот. Правда, очень сильно отличается. Хоть вот, допустим, один вроде бренд под одной маркой, но меню кардинальным образом в разных странах разное. Как-то так. Как он меня слушает. Ты мой главный подписчик, получается, что ли? Зритель. Оффлайн. Да? Ну, выглядит бургер, мне кажется, точно так же, как и в Макдональдсе. Все то же самое. Либо только истинные знатоки там найдут какие-то отличия. По крайней мере, внешне он такой, как и был. На мой взгляд. По ощущениям, как будто суховат, что ли. Честно говоря. Короче, мы можем сделать вывод такой, что все-таки по вкусу отличается чизбургер. Да, Ленчик? Да. И Веруська говорит. Короче, сухой. Сухой чизбургер. Прям. Вообще, сочности нету. Соуса там внутри тоже нету. Булочка сама по себе, да, чуть-чуть другое. Я ее открыла. Они, мне кажется, лук пожалели. Раньше был. Да, лук был. И этот был сок. А сейчас смотрю, там еле-еле что-то размазали. Честно говоря, чуть-чуть. Ну, не принципиально. Ну, если сравнивать именно по вкусу с Макдональдсом, то разница есть. А тебе как понравилось, Ленечка? Вкусно? Или ты такой не любишь кушать? Да, он сейчас с мамой поедет. Что к маме захотел? Пойдем. В обнимку с тигром лежит. Пойдем, пойдем, пойдем. Ой, малыш. Обнял тигра. Да. Да. Мама, ты же с папой лежишь, чего ты хочешь. С папой лежит, и все равно что-то от меня хочет. К маме хочет. Хотя весь день был с мамой. Ну, с бабушкой. Бабушка приходила, нянчилась. Они тут учились ползать. Я видел видео, Вероника меня снимала. Обалдежно. Субтитры сделал DimaTorzok